Бирюзовый цвет Перепачкал, перепачкал Потом достаточно взять розового, не коричневого И он тебе перепачкает уже бирюзовенький Хорошо? И будет у тебя и средний цвет вот такой Вот он так Ну, теперь уже другую кистью накидать Сначала бирюзовенький, потом розовенький И если вот что-нибудь поняла, что было на той картине Начни Дерзни Хорошо? Вот такое Вот такое Ой, мало краски Мало краски Не шпатлевать не надо Вот это вот шпатлевать не надо То есть Пановое пятно больше расстряхованное Мало краски Удвоить Не во что войти, смотри, сухо Который создает штриховательную мглистость И здесь она есть Такая мглистость Есть возможность эту же мглистость немножко еще умглить Смотри, мне сейчас не беспокоит, что у меня не вполне точный цвет Потому что я вижу и там грязцу цвета Ну, не зато, что это чистый розовый, правда? Грязца цвета Поэтому я бесстрашно сейчас били Не стоит бояться грязности цвета Художники даже шутят между собой Чем больше грязи, тем больше связи Ну, то есть Более сгармонизирована живопись Грязноватая под цветом Вот они Вот они Смотри, я не стараюсь Попасть обязательно В силуэт цветка Я тянул пятно И причем даже с натуры писать Можно было бы так же поступать Смотри, как прикольно Уже это розы Уже к коню понятно, что писались розы Но с таким сбалованным мотивом Коричневизна и кругловатость пятна Вообще вот эти вот все движения Вот эти штрихования и прочее Стоит вот создать вот такую среду И начать даже просто беспредметно Тренировать рук на всякого рода поступки Штрихи Кругловатости Потому что мгновенно Намек на круглый предмет произошел Чуть-чуть тень он отбросил И растворился в собственной тени И это тоже красиво Ты согласен? Ты согласен? Хорошо Возьмем меньший мастихинчик Возьмем желтотики к этому Идею круглого Идея блика Идея рассеянности в пространстве Ты слышишь, что это красиво? Любому новичку надо обязательно сделать У него же дело чести Уметь рисовать круг А на самом деле не нужно уметь рисовать круг Вообще круг не нужен В пространстве все заплелось и красиво Есть внизу мощные поступочные движения Не обязательно повторять их Главное, чтобы это был поступок Чтобы все, кто будут смотреть, понимали Ишь как? Ишь какой? Балованный, да, как психануло Нервное Да Вот Ну, зеленого не хватает Голубой, желтый плюс коричневый Даст темные Темные проявления зеленого Вот эти вот мгристые, темные И тоже посмотри С какой дурашливостью можно их набирать Это не значит, что надо повторить все его звуки Надо повторить идею этих звуков Ну, куда повторять такие кляксы А потом прибавить к этому нарядный Нарядный И тоже постараться не математикой писать их А Ты понимаешь? Да Геометрия, да, да Как бы вот Жестикулировать на Аббум В надежде на красивые какие-то В надежде на красивые звуки Там бирюзовый есть, если что, выдаешь себе Ну, конечно Ладно Ну, зимой, тёп-тёп-тёп-тёп-тёп А дальше? А дальше немножечко Прорисовывать это же Сегодня стёгнем тёп-тёп-тёп-тёп Вот, допустим, у розочки Пару лепестоников У этой розочки Пару лепестоников Они же по вот этой траектории движутся, да? Да Мы видим, там Есть теневое и световое Световое, теневое Вот прям по такой траектории И укладываем Здесь даже потемнее есть Ладно? Да Молодец Если что, с бриломой мой Нет! Рисовал розы-то? Не рисовал? Там же ж баловнятина Причём они у тебя все смотрят вот так А у него смотрят вбок Ну-ка посмотри Вбок они смотрят А у тебя все в нос Мол, то что в нос тяжело рисовать Предмет в нос тяжело рисовать Вот лицо Прямо в фаз Тяжело рисовать Ну, цветок Как форму выявлять, когда ты видишь Только ребра цвета А чуть-чуть в профиле уже весело То есть это первое, что ты Сделала не Несмышлённо Вот Ну и пытаться Нарисовать Где ничего не нарисовано Пытаться Пытаться прорисовать Тоже странно Всё-таки там Никако Там никто Не прорисовывал Это Он Кидал эти звуки Немножко на удачу Но характер Чуть-чуть розы Чуть-чуть розы Но на удачу Ну вот здесь ничего Слишком ты её порезала Оно у него цельный характер имеет Цельный Тёмный Цельный Светлый То есть попытка прорисовать Там, где нет ничего Что прорисовать Увенчалась неудачей Это очень часто Новичок Не понимает В чём прикол Им кажется Вот художник Не прорисовал А я прорисую И будет красиво Ну когда мы делаем копии Кажется Вот я вот сейчас там прорисую И вот у меня уже будет красиво И не так как у него Ну на самом деле Чревато И тоже ждём Удачного Решения Именно От От Таких действий Ой Красивый Мазочек От Легкомысленных Действий Зелень Тоже Неплохо Прямо такая Целлофанчик С розами Ну розы тяжёлые цветы Поэтому Татьяне С ними Запуталась Сразу То есть ждём иногда Просто ждём удач Толкаем Толкаем Краску Туда 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 Вот тоже Вот как она там Это ж не розы Это скорее Какой-то Да Пион Вот Поэтому Смотри Вот Ты видела Какие пируэты Делал Так 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 И ещё И так То есть По возможности Пируэтствует А нет То есть Пируэт Это красиво Это минимум Уже красиво Можно не попасть Тонально Не попасть В цвете Но Пируэту Это красиво Сказочный цветок Тоже бы мог Иметь место С фоновым пятном Можно немножечко Вот так Соединить Цветы Чтобы они Как будто бы Размазывались С фоновой пятном Хорошо А зелени Ну Помним Как Вспоминаем Как выглядят Листья розы Хотя там Конечно Листьями розы И не пахнет Там Попахивает Травинками Можно Несколько Дать Листьев Узнаваемых Листьев Розы Чтоб К нам Зритель Все-таки Не придирался Листья розы Мы помним Как выглядят Вот Если мы дадим Хотя бы Несколько Внятных Этих Листьев То Глядишь К нам Не будут Придираться Ну К примеру Чуть-чуть Узнаваем Травинки У него Там такие Жесткие Коряги Целые Может быть Сделать Тоненькими А может Вообще Их не делать А можно Сделать Ну Вот Такими Мерцательно Скоряшь Я и режу И сбрасываю Краску То есть С плоскости Сбрасываю Тут же Если надо Режу Ну что-то Такое Единственное Единственное Что я бы К нему Присоматил Светлое Звучание А так Очень симпатичная Кричалка Ага Очень хорошо Так Ну хорошая у тебя Работка сложилась Он слишком криклив Для периферии Вот смотри Так он сразу сел На свое место А так он слишком кричал Периферия нет Для прописывания И это тоже Ну этот все-таки Близко к середине Ну тоже можно было бы Чуть-чуть И вот кувшин Май Всегда Близко к середине Близко к середине Близко к середине Близко к середине Но темное Получалось Питно Да Получалось Красное Должно было быть полутонным Чуть светлее Близко к середине Примык Примык Близко к середине Это как бы отражающиеся розочки где-то. Это как бы отражающиеся розочки. Это как бы отражающиеся розочки. Это как бы отражающиеся розочки. Ну вот желтовато-оранжеватые зелени. Вот такие. Вот тоже молодец. Знаешь чего хочешь. Не винегретные, а сливочные. Это очень хорошие. Ты произнесла слова. Оно, да? Давай еще парочку. Нормально в тень ушла себе. Хорошо. Я бы еще компанию составил. И вот это зеленое пятно его выцеплить? Не, не надо. Не надо. Оставить так? Вот такую. В тень уходит и становится тоже цвета тени. А вот у вас есть какой-то такой? Тень у нас... Вот пусть оно лучше будет вот такого цвета. Цвета тени. Чем зеленый. Нет. Вообще нет. Не знаю. Ну наколосила, но уже авторское наколошение. Ну сейчас там латать и латать. Ну что, они терпимо смотрятся. Ну понятно, что у него все в первый раз все идеально. И в принципе все хорошо. Нормально, не нормально. Плоскость немножко, смотри, обозначим лежачую. Плоскость немножко, обозначим лежачую. Именно лежачую плоскость, да? Смотри, она пошла теперь вот такими. Ну как, драпировка, да? Лежит. Нормально все. Все очень хорошо. Шику не хватает чуть-чуть. Ну в принципе все хорошо. Вот что с розочками делать? Вот так и поставить или мне придется 6-9? Да. Да. Да.